Губернатор Алексей Русских начал заседание штаба по комплексному развитию региона с приятных моментов, поздравив сборную Ульяновской области с удачным выступлением на чемпионате России по художественной гимнастике. Наши юные спортсменки показали очень высокий результат, заняв четвертое место из 37 команд. Вперед пропустили только сборную Москвы, сборную Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Алена Глотова по результатам этих соревнований вошла в основной состав сборной России. От поздравлений глава региона перешел к тревожной статистике по коронавирусу, отметив, что в последние дни наблюдается стабильный рост заболеваемости. Только за прошедшие сутки с учетом Димитровграда было выявлено 1320 новых случаев COVID-19. За последние сутки госпитализировано 97 человек. В целом по области на сегодня на амбулаторном лечении находится более 16 тысяч человек, на стационарном – 1182. Для ковидных больных развернуто 1348 коек, из них свободно всего 181. Это 13% от общего числа. В связи с негативной динамикой я дал поручение Минздаву наращивать коечный фонд для ковидных больных. С жесткой критикой Алексей Русских обратился к главе Меликевского района Сергею Сундрюкову. В связи с возмутительной попыткой администрации закупить легковую машину с начальной максимальной ценой 3 миллиона рублей. Этот аукцион будет отменен. При долговой нагрузке района порядка 100 миллионов рублей – это более чем странное решение. Марина Евгеньевна, я вас попрошу наложить вето на закупки дорогостоящей техники, мебели и других приобретений, без которых можно обойтись районами, имеющими высокую долговую нагрузку. На прошлой неделе в Ульяновской области прошел сильный снегопад. Жители жаловались на качество уборки снега во дворах. О контроле за работой управляющих компаний рассказала руководитель ответственного ведомства Марина Симунова. По ее словам, агентство ежедневно ведет мониторинг уборки дворов и крыш от наледи и снега. Вся информация, поступающая в агентство, тут же передается на выполнение управляющим компаниям. В агентстве работает горячая линия. Все телефоны горячей линии размещены на сайте агентства. При поступлении вопросов и проблемных моментов по горячей линии, все звонки также передаются управляющей компании. В течение трех часов осуществляется проверка выполнения выявленных нарушений. Также по горячей линии только за выходные поступило у нас 49 телефонных звонков. В то же время заместитель губернатора Александр Коробко заявил, что картинка по уборке города у нас не сходится. Не стыкуется информация по реальному количеству обращений граждан и сведения от Марины Симуновой по звонкам на горячую линию ведомства. У нас проблемы, Марина Валерьевна говорит, нету с уборкой, судя по малому количеству звонков. Нету проблемы с очисткой территории от снега. То коммунальщики, которые вывозят мусор, говорят, есть проблема. Поэтому давайте уже, может быть, в каких-то историях говорить, как есть, а не так, как нам кажется или как хотелось бы нам эту ситуацию представлять. О зимнем содержании областных автомобильных дорог рассказал министр транспорта Ульяновской области Евгений Лазарев. Поступило 16 обращений на нашу горячую линию, которая функционирует на базе Министерства транспорта. Эти обращения были сразу оперативно переданы подрядным организациям для устранения нареканий, возникших у жителей Ульяновской области. За минувшую неделю в Ульяновской области была усиленная работа Центра телемедицины в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Заработал колл-центр, в котором врачи из городских поликлиник консультируют больных по телефону. Телемедицинский центр фактически работает с 2020 года. За последний месяц следующие изменения. Решили штат операторов, в первую очередь, это на обращение к гравитарным. Всего с начала работы было обработано 202 522 обращения, с 1.02. мы обработали 25 231 обращения. Дополнительно, кроме этого, увеличили время работы с 8.00 до 20.00. И плюс дополнительно созданы так называемые мини-колл-центры на уровне всех поликлиник. С 7 по 13 февраля в регионе проходит тематическая неделя нацпроекта образования. В этом году на проект из федерального бюджета удалось привлечь дополнительно 253 миллиона рублей. Тематическая неделя – это еще раз обратить внимание на важность национального проекта образования, его результативность, успешность. И могу сказать, что по итогам 2021 года наш регион национальный проект образования выполнен в полном объеме. Кассовое освоение средств федерального и областного бюджета в полном объеме. На заседании также озвучили статистику обращений граждан в Центр управления региона, информацию о создании муниципальной управляющей компании и ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве Ульяновской области. Валентина Никонова, Артем Куранов, Уллправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова